На катке в пятом микрорайоне от посетителей нет отбоя. Ледовая площадка появляется здесь каждую зиму уже на протяжении девяти лет. Небольшая группа инициативных молодых людей, неравнодушных к спорту настоящих мужчин, берет на себя основную часть расходов, реализовывая общую давнюю мальчишескую мечту. На здешний каток приезжают даже из соседних микрорайонов. Хороший лед и общая доступность – именно это отличает его от остальных ледовых площадок города. А в последнее время к отличительным чертам прибавился еще и полумрак. Десять фонарей позволяют разве что не сталкиваться во время катания. Для катания массово, то есть это как бы достаточно. Но именно для игры в хоккей и для ребят, которые стоят у меня за спиной, для отработки каких-то навыков, чтобы потом поехать с Сергеем на золотую шайбу, я считаю, что это недостаточно. Вы же не будете читать книжку при тусклом свете. Поэтому также им, хоккеисту, нужно немножко освещения, чтобы видеть шайбу, партнера, которому отдать пас. То есть им чему-то учиться надо, им нужен свет. Все хоккейные коробки заливали в Советском Союзе для того, чтобы оттуда искать детей, которые потом начнут расти настоящих чемпионов, профессионалов. А если им здесь сейчас перекрывать дорогу, так их и не будет, этих чемпионов у нас в стране, просто я считаю. Евгений – один из тех, для кого хоккей стал частью жизни. Но для того, чтобы около часа провести с клюшкой и на коньках, нужно немало поработать, и не только лопатой. Ремонт коробки, инструменты, доски – все это здешние хоккеисты-любители делают добровольно и с удовольствием. Сами же заливают лед, причем по отработанной годами технологии – тонкими слоями. К слову, сама коробка находится на балансе Мозорского райжилкомхоза – номинально. На деле все здесь делают сами хоккеисты. Единственное, о чем просят – да будет свет. Когда мы приходим играть в хоккей, как обычно это по вечерам бывает, это время пускай к 7 часам, потому что с работы все приходят, и дети с учебы, кто училища сейчас учатся, ребята. То есть включается тогда все освещение. Но это с 7 пускай до 9, ну пускай до 10, грубо говоря, до 10 часов где-то. А так в основном горит дополнительное освещение. То есть используется все освещение только 3 часа, можно сказать, в день. И сколько той зимы, я считаю, что можно было бы оставить. Кстати, благодаря этой ледовой площадке мазыряне уже заявили о себе на областных и республиканских соревнованиях. В том году наша команда нашего района Мозорского выступила лучше всех в области. Мы заняли первое место на областных соревнованиях по младшей группе. Второе место мы заняли по старшей. В упорнейшей борьбе проиграли только две шайбы в финале. Но самое главное, мы первый раз в жизни города Мозоря заняли третье место на республиканских соревнованиях. Поэтому таких результатов никакого нет в области. Плюс у нас очень много трудных подростков, они здесь кучкаются, занимаются. Да, достигают очень хороших результатов. У нас был лучший нападающий турнира, лучший вратарь и лучший бомбардир. Это очень хороший результат. Мне важен этот спорт. Я уже достиг лучшего бомбардиров в прошлом году. Играл. Мне это нравится. И стал чемпионом в области. Лучше бомбардир заработал. Больше всех голодных. Да, да, да. Иногда шайба может в снег. Не дочистим снег, она зароется, ее надо искать. Ее почти не видно. В артаре не видно, в артаре не видят, куда шайба летит. Тоже партнеров слабо видно, куда шайба летит. И это мешает. Надо больше света, чтобы хорошо было видно шайбу. Стучитесь и вам откроют. Просьба хоккеистов была услышана довольно быстро. Уже во время съемок сюжета каток посетили представители райисполкома и ответственных служб. Вердикт – да будет свет. Уже на следующий день каток озарели множественные фонари. Спортсмен рассчитывают, что и в дальнейшем все будет в хоккее. Продолжение следует...